Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня к нам в студию в преддверии празднования Дня города пришла Евгения Сергеевна Власова, начальник управления культуры администрации города Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгения Сергеевна, празднование Дня города будет в течение нескольких дней. Давайте начнем сам в начало. Чем стартует торжественный мероприятие? Давайте начнем с подготовки к старту грандиозного праздника, День города, который долгожданный, который любим и к которому мы готовимся целый год. И в течение года к нам в управление и в администрацию приходило очень много заявок о улучшении, о том, как улучшить празднование Дня города. Были общественные проекты, которые мы с удовольствием поддержали. Совсем недавно у нас стартовал проект «Хэштег моя Рязань», о чем мы говорили на вашей программе. И вы знаете, столько заявок, столько откликов к нам пришло в адрес управления. Мы даже не ожидали вот такой активности. Мы с удовольствием подведем итоги и на торжественном приеме глава вручит победителям ценные подарки и благодарственные письма. Пишут самое разное, но с такая доброта, такая любовь к городу, что на душе тепло от этого всего. Много. Очень много. И почему я сказала о подготовке к Дню города? Потому что действительно неравнодушны люди, которые оказывают поддержку, приходят со своей помощью и говорят, давайте мы вам поможем в проведении Дня города, проведем большой опыт на РК Крадио Мир. Но об этом я расскажу чуть попозже. И люди, благодаря которым появятся ко дню города арт-объекты в городе, например, литературная скамейка в библиотеке имени Есенина, появится цветочная композиция в парке культуры и отдыха, появится бёст Василию Михайловичу Головнину, адмиралу на аллее путешественников и много-много другое. И давайте начнём уже... Да, с первого дня. Да, с первого дня. 29 июля стартует и начнётся воспоминание о Надежде Чумаковой. Да. В библиотеке имени Есенина откроется экспозиция, посвящённая Надежде Николаевне Чумаковой. Откроется обновлённая библиотека. Мы заявляли проект в начале года «Библиотека Центра общения». И благодаря также помощникам этой Лерой Амерлен и студии «Оригами» вы увидите обновлённую библиотеку. Может быть, даже удивитесь то, что произойдёт внутри библиотеки, те перемены, которые мы с нетерпением ждём. Пока там идёт ремонт, но к 29 числу библиотека откроет свои двери для посетителей и для того, чтобы рассказать о Надежде Николаевне Чумаковой. Также в этот день откроется обновлённая экспозиция музея путешественников, скажем так, на Василии в Старом доме. Идёт активная подготовка, будут обновлены все залы экспозиционные. Это зал Русской Америки, это зал Музея полярников и, конечно же, старт акции «Фотодом имени Коширина». Мы подготовили фотовыставку, посвящённую Евгению Коширину. В данный момент идёт подготовка с сообществом фотохудожников, которые откликнулись на наш призыв. И такой своеобразный старт акции общественной – создание фотодома имени Коширина. Эта акция будет в течение года. Мы будем встроить, скажем так, вместе с горожанами наш фотодом, который откроется на следующий день города на Почтовой 58. То есть мы таким образом вспоминаем тех наших великих земляков, которые вложили в развитие нашего города немало, правда? Конечно же, наша любимая «Подбелка». Это долгожданный фестиваль и будет на Почтовой 7 сцен. Не знаю, как мы это разместим, но мы разместим. Этот фестиваль долгожданный, любимый. Уже на сегодняшний день были заявки из 7 регионов, которые готовы приехать. К нам более 70 групп выступят на разных площадках. И хендлайнером в этом году будет «Хотстав», наша известная рязанская группа. Поэтому мы подготовили сюрпризы с РЗН-Инфо, которые также спонсируют этот проект, помогают. Уже в течение пяти лет проект, конечно, полюбился нашим горожанам. И специально приезжают из других городов именно на «Подбелку». 7 сцен – это практически нашествие. Целый большой музыкальный фестиваль. Ну, переходим к следующему дню. Это 30 июля. Этот день мы начнем с молебна. С молебна Успенского собора во славу города Рязани. С возложения цветов к памятнику погибших в локальных войнах, к памятнику Василия Маргелова. И, конечно же, мы не вошли вниманием наших десантников. Рязань – столица ВДВ состоится на ЦСКА в 11 часов. Подготовлена большая программа. Это будут и военные эстафеты, и будут различные показательные выступления. Ну и, конечно же, офицерский вальс. То есть стоит обратить внимание, что в этот раз будет не 2 августа праздник? Да, 30 июля, как бы накануне праздника, потому что 2 августа – это вторник, а все-таки хотелось, чтобы побольше людей имели возможность порадоваться вместе с десантниками. И завершением этого дня, посвященного воздушно-десантным войскам, станет красивое зрелище, которое можно будет увидеть в Рюминой роще. Начнется оно с шоу водных фонариков, шоу водных мыльных пузырей, с лазерным шоу. Там будет такое интересное движение. Это питерская ферма, которая также к нам приедет на День города и абсолютно безвозмездно, скажем так, приедет и покажет свое… С подарком. Да, с подарком городу. И, конечно же, на сцене в 21.00 музыкальный старт. Переходим к третьему дню. Так, к завершающему. Да, 31 числа. Мы всех ждем на Большом Рязанском подворье, который мы готовим совместно с областью. Районы с удовольствием откликнулись на наш призыв поучаствовать в нашем подворье. И не только творческие коллективы подъедут к нам, но и также мастера-умельцы. Это промыслы, уже традиционные промыслы Рязанской области. Это и Михайловское кружево, и Шиловское лоза, это и гончары, и многое-многое другое. Сюрпризов будет очень много. И вот представьте, большой парк будет задействован полностью. В каждом уголочке найдет для себя занятие тот, кто придет. Это и детская зона будет большая, и будет обжорный ряд, просто огромный, который позволит всех накормить. Будет огромная зона спортивная. Спортсмены проведут в нашем парке соревнования и по стритболу, и воркауту, и футболу, и веселые старты. Но многое-многое-многое чего пройдет у нас на нашем подворье. Поэтому приходите, занятие найдется каждому. То есть это будет такой эпицентр, центровой день, когда и все рязанские ремесла традиционные, и спортсмены все соберутся в одном месте. На Победе состоится грандиозный концерт с приглашением звезды российской эстрады. В этом году не буду делать из этого секрета. Это Максим Леонидов и группа, и его творческая группа, а также кавер-группа Дубке Бэнд. Мы рады, что в этом году получился такой общественный день города. Много инициатив, много помощников, много идей, много, скажем так, проектов, которые не только по дням они будут реализованы. Вот, например, проект «Я люблю Рязань». Долгосрочный. Да, долгосрочный, который в течение года ребята сделали. Это сообщество лицея номер 4. Подготовили выставку, которая пройдет в Хукольном театре, и познакомит всех рязанцев со своим творением. Потому что это такой интересный проект. Ребята, приходите. Также на эти дни мы подготовили очень много туристических маршрутов. Нам подарят автобус в музее путешественников. Путешественников будет старт акции пешеходных маршрутов, которые проект я вам покажу, продолжим. Да, и экскурсионных автобусных маршрутов. Это будет и Рязань героическая, и Рязань историческая, и Рязань неизвестная. Это будет вечерняя экскурсия. Вы знаете, так как идет подготовка, и мы все маршруты ходим, ну, как бы сами опробуем на себе, будет ли это интересно горожанам. Вот для меня Рязань неизвестной было просто потрясение. И изюминкой нашего дня города станет музыка фонтана. 29-30 числа в 21.30 стартует музыкальный фонтан на площади Победы. Это такое зрелище. Под классическую музыку каждые 15 минут будут строить до 15 метров, создавать танец. Танец, поэтому мы так и назвали музыку фонтана. Два дня это будет длиться, 29-30 числа. Приглашаем всех на площадь Победы насладиться этим зрелищем в Рязани. Рассказали вы обо всем подробно и вдохновенно. Я думаю, наши телезрители уже наметили план действий на три праздничных дня. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Мы прощаемся с вами. До следующих выпусков. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова